Как понять, какие знания или опыт мне по-настоящему помогут? Многие сейчас этим вопросом задаются, потому что информации множество, курсов всяких разных множества, всяких разных блогеров, информационных, так сказать, источников множества. И возникает вопрос, а на что же потратить свое драгоценное время, что осваивать, какие знания получать? Значит, когда мы с вами достигаем какого-то результата, мы, с одной стороны, используем так называемые хард-скиллы. Занимаетесь вы, у меня в голове медицина, ну, неважно, программированием, прокачиваете скиллы, связанные с программированием, с data science, с искусственным интеллектом и так далее. Но это только половина дела, даже меньше половины. Для того, чтобы быть успешным в той или иной области профессиональной, а уличной уж тем более, 75% считается, это отвечают за это мягкие навыки. Мягкие навыки – это то, что позволяет вам ясно, критично, глубоко, аналитично и системно думать. Это навыки, связанные с борьбой со стрессом, с эмоциональными реакциями, с правильным пониманием себя и так далее. И третье – это навыки командной работы, навыки социального взаимодействия. Потому что вы можете быть суперпрофессионалом, но если в команде вы не становитесь своим, если интеллектуально вы допускаете бесконечное количество каких-то ошибок и не используете инструменты мышления для того, чтобы учитывать всю систему, так сказать, вашей деятельности, это будет плохо. Ну и если вы из-за всего этого переживаете, находитесь в внутреннем стрессе и так далее, ну тоже, в общем, профессионал может быть хорошим, но, что называется, рука не идет. Так что hard skills и soft skills – интеллект, другие люди и стресс.